Друзья, здравствуйте! Сегодня 30 марта и основное, конечно, видео будет о цветении. Не о цветении, а еще как развивается цветоносы бульбофилума фаленопсиса. Ну и попутно покажу, что еще немножко она цвела и какая есть орхидея, которая пахнет елкой. Мне лично пахнет Новым Годом. Запах именно вот еловый. Никогда не догадайтесь, что за орхидея, так может пахнуть. Ну, начнем с бульбофилума фаленопсиса. Вот такое у него соцветие. Очень интересно за ним наблюдать, потому что я такого не видела, что выходит, как чешуйки раскрываются. Среди них какие-то мутантики растут. Ну, достаточно интересно наблюдать. Соцветие уже вот такое вот. Ну, когда полностью раскроется, конечно, он будет красным. Это будет немножко по-другому выглядеть. Ну, на сегодня это вот такое вот чудо. Продолжает цвести целогина, плафи-боб. Это уже второй цветонос открылся. Второй доцветает уже. Уже цветочки опустились. На заднем плане цветонос это котлея шалериана на шамбурке там с аниану. Она в прошлом году одним цветком цвела, а в этом году будет шесть. Цветы у нее такие с рюшами крученными. Будет очень красиво. И такой ровно стоящий цветонос. Распустилась моя первая, самая давняя ванда. Цветочки у нее очень крупные. Вот такие вот. Ну, Роберт Делайт Блэк. Вот такая вот. Доцветает. Сидит, кстати, она у меня в горшке с крупной корой. Идеальный вариант, как в домашних условиях. Растет, цветет. И сильно с поливом я заморачиваюсь. Пролила и все. Так, ну, целую гинку я в прошлом видео показывала. Она револьверная. Уже эти бутончики доцветают. Будет цвести новые. В прошлое видео попала Людоманиана Царулея. Сейчас на ней появились вот эти вот прожилки, которые ценятся в царулейных формах. Весь цветок покрывается прожилками. Это происходит на пятый-седьмой день. Вот такая вот она красавица. Бутончики выходят у котлеи люминозы. Цветет она уже, наверное, раз в десятый, поэтому неинтересно. И моя котлея, которая стоит у меня на аватарке. Это котлея Гейлормонт. Я замеряла цветок 27 сантиметров. Это огромный цветок. Это очень красивая котлея. И губа такая необычная. В том плане, что вот такие, как брызги. Ну, очень удачный гибрид. Растение относительно небольшое. Относительно цветов. Пахнет, пахнет, как и все котлеи. В плане выращивания немножко вредноватая. Ну, по-моему, она этого стоит. Ну, цветок голова, наверное, человеческая. Ну, верно, только не сильно большая. Так, ну, майка и майюми доцветают. Здесь у меня сафронетиса я поставила. Оказывается, что на блоках легче в кашпу ставить. Немножечко поливать водичкой. Ну, гигантея доцветает. Тут у меня распустился фаленопсис, который попал ко мне случайно. Как оказалось, это фаленопсис согопоню. Ароматный лаковый фаленопсис. Вот такой вот. Ну, и к этой орхидее, которой я говорила, что пахнет елкой, это целлагина асанжиана. Вот такое вот крупное растение. Она дает косички. Вот это вот, видите, цветонос, когда выходит. От момента, когда выходит цветонос, до полного распуска проходит ровно неделя. 7 дней. Ни одна еще орхидея вот так быстро не распускается, как вот целлагина асанжиана. Ну, чтобы я правильно сказала, вот бирка ее. Она у меня давно. Она цветет по нескольку раз в году. Но весеннее цветение всегда более обильное. Я ее периодически делю, как бы прорежаю, потому что, ну, надо орхидеи выделить, иначе они начинают просто как бы вырождаться. Бульбы меньше и меньше. А так большую переднюю часть оставляешь, и наращиваются у тебя бульбы все здоровее и красивее. Естественно, чем больше бульбы, тем длиннее цветоноса у нее. Вот такая вот красавица. Вот я ее очень люблю. Да, цветы красивые, все. Но запах это вообще... Еще мандаринок сюда, и все, будет Новый год. Ну, вот такое вот видео про бульбофилу и цветение гейлормонт котлеи и ежи с ними, целогины массальжаны. Кому было интересно, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин